Добрый день, вы смотрите программу экономик, с вами Ренат Дашкин и сегодня мы в составе членов финансового клуба подводим промежуточные итоги первого полугодия 2017 года. Для российской экономики и для финансовых рынков в отдельности. С удовольствием представлю моего коллегу Дмитрия Макаренко, а также приглашенных гостей Тимур Хасанов и Дмитрий Осинцев, оба индивидуальные инвесторы, члены финансового клуба. Добрый день, коллеги. Добрый день. Подводя итоги для финансовых рынков, нельзя не затронуть макроэкономический аспект, поэтому сегодня я предлагаю обсудить целый ряд тем, в целом по экономике, а также отдельно коснуться рынка акций, облигаций, индексов и отдельных дивидендных историй. И что ж, начнем с общей истории того окружения, которое преобладает над финансовыми рынками в последнее время. Нам нужно понять, в каких условиях находится российская экономика в эти первые полгода. И первый вопрос Дмитрию. Мог бы так охарактеризовать те факторы, которые влияли на экономику в первые полгода и как формировалась конъюнктура в целом вообще? Да, конечно, спасибо за вопрос, Ренат. Если мы говорим о российской экономике, то сейчас она находится в совершенно новых условиях. Мы видим по цифрам, что российская экономика вышла из кризиса 2014-2016 годов, то есть из структурного кризиса, который основывался на глубоком инвестиционном спаде, макронестабильности и ухудшении внешней конъюнктуры. В данный момент российская экономика нуждается в запуске нового инвестиционного цикла, который будет основываться на новых, более дешевых источниках финансирования и активизации новых источников роста. Я сказал, что по цифрам мы вышли из кризиса. Так, по официальным данным, у нас в ВВП к концу текущего года ожидается рост до полутора процентов. Несмотря на то, что данные показатели невысокие, тем не менее, это является хорошей основой и фундаментом для дальнейшего развития. Если говорить о факторах, которые влияли в течение этого полугодия на российский фондовый рынок, то это, конечно же, мы видим стабильные показатели как рубля, так и инфляции. Также это внешние факторы, безусловно, это встреча членов ОПЕК с нефтяными странами. То есть это соглашение и реализация о сокращении добычи нефти. Безусловно, мы смотрим на рыночные показатели нефти, цены не очень выросли, но тем не менее, мы не знаем, как повел себя рынок, если бы это соглашение не было достигнуто. То есть, возможно, был бы еще больше обвал. Тем не менее, сейчас цены стабильные. И второй фактор — это ужесточение политики ФРС. То есть, мегарегулятор впервые за несколько лет повысил свою ключевую ставку. Сохранилась и тенденция к восстановлению производственной активности в России, как в России в целом, так и в регионах отдельно. Годовой темп прироста промышленного производства с устранением календарного фактора находился в положительной области. В апреле он достиг 2,9%. Это максимальное значение с января 2015 года. Однако, заметный положительный вклад внесло, конечно, производство электрической и тепловой энергии на фоне холодной весны и также, как мы видим, и лета. При этом наблюдалось расширение импорта инвестиционных товаров в условиях укрепления рубля. И инвестиционная активность российской экономики продолжала расширяться. Годовой темп прироста инвестиций в основной капитал, по официальным данным, в первом квартале 2017 года составил 2,3%. В целом, в течение данного полугода в таких реалиях и условиях жила российская экономика, я думаю, это ключевые факторы, которые повлияли, в том числе, на фондовый рынок. Ну, ты, в принципе, отметил ряд тем, которые хотелось бы подробнее обсудить. Это и сделка. Там стоит еще учесть и фактор влияния на фондовый рынок, это изменение в ключевой ставке и ставке ФРС. Да, правильно ты отметил, что ЦБ, наоборот, снижает ставку, ФРС поднимает, дифференциал снижается. Мы отметим это тоже во второй части по финансовым рынкам. Тимур, мы к тебе потом отдельно обратимся с вопросом по влиянию ОПЕК. Ну, вот я хотел бы несколько комментариев сразу добавить по экономике. Вот на ближайшие три года, по всем прогнозам, действительно, вот как ты отметил, полтора процента это потолок, который будет достигать российская экономика. И вот на форуме в Санкт-Петербурге экономическом Алексей Кудрин так комментировал эту ситуацию. Он сказал, что мы попали в тот тренд, из которого никак не можем выйти и поднять темпы экономического роста. То есть даже такие показатели по ВВП, по положительному росту ВВП, недостаточны для формирования нового инвестиционного цикла, запуска нового цикла развития, который так сейчас необходим для российской экономики и будет добавлять к ВВП примерно 3-5% в год, то есть выше среднемирового уровня. Да, макростабильность, низкая инфляция, однако вот в эйфорию впадать опять-таки не стоит, потому что низкая инфляция это еще не залог того, что действительно инвестиционный климат будет хорошим. Да, Центральный банк очень хорошую политику проводит по ее стабилизации, однако нужно вот подождать и действительно сформировать те условия, когда будет хорошая прогнозируемость, хорошая стабильная низкая инфляция и показатели, которые будут позволять выходить на более высокие темпы роста экономики. Тимур, вот Дмитрий озвучил сразу несколько факторов внешних, это ФРС и ОПЕК. Вот по ОПЕК хотел тебе вопрос задать. Можешь ли ты рассказать, как вот сделка, которая вот в первом полугодии этого года отыгрывала свое влияние на фондовом рынке, как она влияет на экономику России и других стран ОПЕК? Да, безусловно, стоит отметить, что динамика цен на нефть оказывает огромное влияние и на мировую экономику, и на мировую фондовый рынок, и естественным образом оказывает значительное влияние и на российский фондовый рынок, и на российскую экономику, о чем свидетельствуют данные темп роста ВВП, инфляции и другие показатели. И, конечно, в начале года было достигнуто соглашение ОПЕК, что спровоцировал рост цен на нефть и марки Брент в том числе. Однако стоит отметить, что в середине марта было собрание членов ОПЕК, на котором не присутствовал один из главных делегатов, это Саудовская Аравия. Соответственно, они отказались от соглашения и начали наращивать темпы роста в добыче. То есть они не согласны с общей мировой политикой, которую сейчас проводят? Да, то есть они начали обвинять Россию в том, что они как бы не стали занижать свою добычу нефти. И, соответственно, хотя, по-моему, насколько я знаю, соглашение выполняется в полном объеме буквально на 98%. Да, со стороны России это точно. Это опять же и политика, то есть там возможно влияние Америки, Саудовской Аравии, ну и санкции. Вы сами знаете, что сейчас негативное отношение извне к России. И, соответственно, это обвалило цен на нефть, что способствовало снижению российского фонда рынка. Также там можно отметить и падение индекса МВБ и РТС. Но затем в середине апреля удалось, конечно, достичь соглашения о сокращении добычи нефти. Затем цена опять же взлетела, но в данный момент она опять снижается. А все почему? Потому что увеличивались объемы в добыче сланцевой нефти в США. В США. То есть, да, если мы заметим. И, между прочим, стоит отметить, что им удалось увеличить добычу нефти, но при этом удалось им сократить расходы на добычу нефти. Да, я тоже слышал об этом, что производство становится дешевле сланцевой нефти. Да, технологический прогресс. Из-за этого увеличивается и количество месторождений, и при этом они не собираются останавливать, точнее сокращать добычу нефти. И более того, влияние в добычу сланцевой нефти можно отметить на прошлой неделе в районе Южной Америки, Мексиканского залива, был торнадо, и, соответственно, была основана работа многих месторождений. И из-за этого было основано, соответственно, месторождение, была приплечена их работа. И если посмотреть динамику фондового рынка, и в том числе российского, на прошлой неделе, то он вырос, включая индекс МВБ и РТС. То есть даже такие краткосрочные, как бы, повлияние, факты оказывают сильно, сказываются на рынке. Да, это цены на нефть. Но в данный момент удалось достичь соглашения с сокращением добычи нефти. Но и пока это не сильно влияет на цены на нефть, но и прогнозируется рост. Также есть еще риски в Саудовской Аравии сменил соправитель. То есть к классике пришел принц, извините, имя не вспомню. И в том числе сейчас очень большие риски, что они хотят вести агрессивную политику в области продажи нефти. То есть они хотят вести другим странам скидки, чтобы и продавать. При этом подэмпиговать рынок, что будет оказывать негативное влияние на мировую экономику. И также стоит учесть влияние Катара. То, что сейчас происходит его игнорирование, скажем так, на мировой арене. И при этом Катар не собирается сокращать свою добычу, тем самым, в ответ на санкции других стран. Да, действительно, Катар занимает большую долю в общем мировых поставках нефти и газа. Поэтому, если все-таки как-то запретят или заблокируют продажу, официальную продажу нефти Катары, то это значительно повлияет позитивно на рост котировок нефти. Да, возможно. Я еще хотел тоже добавить, у меня вот такая статистика есть по тому, насколько страны выиграли за счет вот этой сделки. Больше всего в долларом выражении это 15 миллионов долларов в сутки выиграл Иран от сокращения. Позитивный эффект также сказался и на России. Бюджет, мы знаем, что вот в начало этого года хорошо сложилось для дефицита бюджета, он сокращается и вот опять-таки налоговые поступления от нефтедобычи стали больше ввиду сокращения нефтедобычи странами ОПЕК и другими государственными соглашениями и увеличения цен на нефть, соответственно. Что-то еще добавить? И хочется узнать ваше мнение о прогнозе, то есть, что думаете о прогнозах, потому что как бы данные и Блумберга, они свидетельствуют о сокращении запасов США, что, соответственно, негативное влияние оказывает на мировую экономику. Хочется узнать у вас, думали, и, возможно, вы там увидели где-то и прогноз о цене на нефть? Ну, я могу процитировать цитаты из Санкт-Петербургского форума экономического. Там, конечно, был такой вопрос, задавали, какая цена будет через... А в 2050 году, то есть через 30 лет, чуть более 30 лет, консенсус большинства аналитиков выше 50 долларов за баррель. А дальше уже я прогнозировать не могу. В краткосрочном периоде, если смотреть, то, конечно, надо смотреть на графики, на соотношение продавцов-покупателей, теханализов. А в долгосрочном вот выше 50. Недавно участвовал в одной конференции, и там как раз-таки сказали то, что сейчас начинается такой экономический цикл, когда сырьевые товары, они будут падать в цене в течение 20-30 лет. И как раз-таки, Ренат, ты сказал то, что как раз к 2050 году, возможно, цены на нефть немного восстановятся, но в ближайшие перспективы как бы не стоит ожидать резких скачков, и цены будут довольно-таки стабильны. То есть будут находиться на уровне 40-50 долларов за баррель. Нет, вопрос такой, то есть если они восстановятся, но вы не учтите тот факт, что сейчас происходит развитие альтернативной энергетики, это то есть и солнечная энергия, и энергия воды, ну и различные энергии ветра, то есть ну вот такие источники. Альтернативные источники. Да, и соответственно сейчас очень сильно развивается, и я уверен, что в 1050 году, то есть эта технология будет стоить очень дешево. И сейчас, допустим, установить какую-то солнечную батарею себе домой, чтобы она обеспечивала дом, это очень дорого. Но если учитывать, посмотреть мировые новости, в том числе и Тесла, то есть они начали разрабатывать специальную систему, то есть грубо говоря, вы можете поставить солнечную батарею себе домой, и она будет обеспечивать ваш дом. Даже если будут пасмурные дни, то есть там она очень энергоемкая, соответственно будет, и ваш дом будет функционировать. Да, но процесс внедрения подобных технологий происходит не быстро, то есть это даже не в течение 10 лет, я думаю, в том числе в России. Да, конечно, вот как раз-таки пройдет этот цикл в 23 лет, и потом уже нужно, можем посмотреть. А пока как бы перспективно. Сейчас сложно анализировать, потому что очень сильно развивается научно-технический прогресс, и сложно проанализировать цены на нефть 30-40 лет. Да, потому что сейчас скорость изменения много выше. И вот про технологии, они будут, да, конечно, там будут солнечные батареи, будут там электромобили, но доступ к технологиям у большинства населения Земли, вот мы говорили на той неделе с Динархамитом Галямой, доступ будет ограничен. И возможно в пределах 1 миллиарда человек из 8 существующих. Что ж, интересно получилась дискуссия, перейдем дальше. Мы услышали достаточно сильное влияние нефтяного рынка на экономику. Дим, тебя подключим к беседе, к тебе такой вопрос. Вот рубль, национальная валюта, которая последние два года практически повторяла динамику нефтяных цен. Но последние полгода очень стабильная ситуация, достаточно низкая корреляция с нефтяными котировками. В чем фактор? Почему такая динамика отлична от предыдущих лет? Ну, в первую очередь я хочу отметить, что динамика цен на сырьевых рынках, наряду с повышением оптимизма мировых инвесторов и их интереса к рисковым активам, способствовала дальнейшему притоку капитала на развивающиеся рынки, в том числе и на Россию. Благоприятная динамика потоков капитала, а также сохранение значительных продаж валютной выручи экспортерами, продолжали оказывать поддержку курсу рубля. Эпизодическое повышение волатильности на рынке в связи с политическими событиями сопровождались краткосрочным ослаблением рубля. Это было лишь в отдельные дни. Отчасти это было связано также со снижением цены на нефть на фоне усиления буровой активности в США, о которой мы уже говорили, и расширение в начале мая добычи нефти в Ливии. Однако в условиях умеренного спроса на валюту и в целом снизившуюся чувствительность курса рубля колебанием цен на нефть, значительной волатильности курса рубля не наблюдалось. В целом в весенние месяцы в динамике курса рубля прослеживался тренд на его укрепление, однако существенно менее выраженный, чем, допустим, в предыдущие месяцы. Укрепление рубля, в том числе произошедшее в первые месяцы года, продолжало носить вклад также в замедление инфляции. Изменение обменного курса оказывало различное воздействие на выпуск, на структуру затрат и на финансовое положение различных компаний отдельных видов деятельности. Да, вот это самое интересное, каково было оно? Да, после резкого ослабления рубля в конце 2014 года и в начале 2015 года российские предприятия переориентировали структуру затрат в пользу отечественных компонентов, благодаря чему зависимость от импорта и курсовых колебаний значительно снизилась. Согласно исследованию Центрального банка о влиянии курса на экономику, укрепление рубля оказывает положительное влияние на такие наукоемкие и такие капиталоемкие виды деятельности, как ориентированное преимущество на спрос внутри страны, то есть это машиностроение, транспортные средства, оборудование, текстильное, швейное производство, производство стройматериалов. Однако рентабельность пищевой промышленности, строительства, а также химического производства и металлургии при укреплении национальной валюты снижается, но тем не менее все равно остается положительной. Высокая финансовая устойчивость к укреплению рубля в одних отраслях связана с сопоставимым объемом экспорта и затратами на импортное сырье, а в других с изначально высоким уровнем рентабельности. Спасибо. И вот такой же вопрос, да. Можно немножко добавить по этой теме, чтобы пока мы не перешли в другую тему. Все-таки, знаете, видео и прогноз Минэкономразвития, то есть они прогнозируют снижение по курсу рубля. Хочется как бы у вас спросить, узнать и ваше мнение, то есть сильный рубль – это хорошо для нашей экономики или все-таки это плохо? Потому что, ну, понятно, что и как бы когда был высокий курс, то есть снизился импорт, и мы сразу заметили, то есть рост ВВП, то есть начали производить, начали делать и свою продукцию, начали развивать там и сыр, и сельское хозяйство, и машиностроение. И сейчас, если опять рубль все-таки укрепится, и различные зарубежные в компании все-таки хлынут в наш рынок, смогут ли российские в компании конкурировать вообще с ними, то есть продолжать как бы свою деятельность? То есть хочется вот как-то это у вас узнать. Ну, с моей точки зрения, сильный рубль на данный момент для российского правительства не является хорошей перспективой, то есть как бы поддержание рубля на уровне 55-60 рублей за доллар, это считается нормальным, потому что впереди у нас чемпионат мира по футболу в 2018 году, и несмотря на то, что основные расходы уже были сделаны на строительство стадионов, на развитие инфраструктуры в городах и так далее, тем не менее расходы ожидаются большими, и, соответственно, бюджет должен быть объемным и обеспечить выполнение всех взятых на себя функций в связи с проведением данного чемпионата. Чем больше там закупки, по-моему, за рубежа основные идут. Да, и еще не закончено строительство многих стадионов, в том числе в Самаре и в Нижнем Новгороде. Не стоит забывать, что несмотря на все те реформы, которые проводит правительство, нефтегазовые доходы являются основной статьей доходной бюджета. Российской Федерации, и с учетом тех цен, которые сейчас превалируют на рынке, нам необходим рубль на том уровне, на котором он сейчас находится. То есть сильнее его делать не стоит. Вот, Дим, тебе тоже вопрос такой задам. Для населения как? Пока ты формируешь свой ответ, я отвечу на вопрос Тимура. Рубль, правильно ты сказал, что правительство пытается его ослабить, хотя не в такой мере сильно, и интервенции словесные в последнее время стали слабо влиять на динамику курса рубля. Тут нужно смотреть для кого, смотря для каких отраслей. Вот Дима тоже отмечал про то, что экспортоориентированные отрасли, им, конечно, нужен слабый рубль. Наоборот, те, кто занимается импортозамещением, сильный рубль необходим для того, чтобы конкурировать на рынках. Ну вот я прочитал в докладе денежно-кредитной политики Центрального банка такую интересную вещь о том, что эластичность или влияние на ослабление, динамику курса рубля у отраслей менее выражено, чем... Точнее, на укрепление менее выражено, чем на ослабление. То есть если рубль падает, как было там 14 до 80, там резко идет изменение операционных потоков, операционных затрат и деятельности предприятия. А если укрепляется, то оно не так сильно идет. В основном предприятия идут на путь сокращения затрат по заработной плате, по каким-то капитальным затратам и тому прочим. То есть тут смешанное влияние, нужно смотреть конкретно по отраслям. Ну, хотя вот с другой стороны, да, вроде бы как бы сильный рубль, соответственно, увеличивается способность денег. И покупать способность денег, да, правильно. То есть, ну, как бы при этом, соответственно, падает инфляция, но при этом, получается, экономика стабилизируется более-менее, и это может оказывать влияние на инвестиционную привлекательность. То есть, соответственно, деньги вкладывать невыгодно. То есть инфляция сколько сейчас? В 4,1%, если я не ошибаюсь. Где-то в этом диапазоне. Соответственно, невыгодно вкладывать деньги в депозит. И в том числе и в фондовый рынок. Да. То есть, и как быть в таком случае? Вот как раз к этому вопросу, извините, я перебил. Ринат у меня спрашивал. Как раз ты говоришь, какой рубль выгоден населению? Конечно же, я думаю, что сильный рубль, потому что по вопросу инвестирования также. То есть, сильным рублем проще инвестировать, поднимается инвестиционная активность населения. Также уровень жизни. Очень сильно упал уровень жизни с рублем. То есть, когда рубль был 30, доллар был 30 рублей, 60. То есть, как уже Тимур тоже говорил, покупательская способность денег снижается. Конечно же, для населения выгоден сильный рубль. Да. Дима, ты хотел добавить? Я хотел задать другой вопрос, связанный с чемпионатом мира. Давай. Раз уж извили эту тему. Ринат, вот как ты оцениваешь нововведение, которое предложил Минфин? Это система Tax-Free для иностранных граждан. Tax-Free? Да. То есть, они могут покупать товары и возвращать себе НДС в специальных отделениях, если я не ошибаюсь, в аэропорту, с тех товаров, которые они уже купили. Я знаю то, что такая система уже давно применяется в иностранных государствах за рубежом. И вот теперь российская... Я понял, это на период проведения чемпионата мира, да? Или нет? Да. Ну, я думаю, это только с целью стимулирования сделано, да? Я думаю... А на Кубке Федерации... Да, на Кубке Федерации это не тестируется сейчас система? Нет, это было одним из условий приезда чемпионата мира в Россию. То есть, грубо говоря, они дали им карт-бланш. То есть, делайте, что хотите, но привезите нам этот чемпионат. Ну и мне кажется, из-за отмены этих налогов в федеральном бюджете недосчитаются очень солидные суммы. Ну, в принципе, из-за чемпионата мира считается большим. Нет, вы думаете, именно из-за этой системы, именно такс-фри вот это. Я не думаю, что слишком сильная статья расходов будет по данному нововведению. Имеется в виду, это как приятный бонус для тех иностранцев, приезжих граждан, которые к нам... Стимулирует сбыт, получается, мне кажется. Ну, возможно, да, они больше выиграют на приезде туристов сюда. То есть, это соответствует увеличивать... То есть, это чисто символическое нововведение. Я думаю, да, но краткосрочно. Не было бы чемпионата, не было бы этих парапатий. Мы сейчас и облегчили, например, и вопросы регистрации. То есть, допустим, иностранец, который оформил и паспорт болельщика, то есть, он может приехать сюда, ему не нужна никакая виза, никакого разрешения. То есть, это тоже способствует приезду иностранцев сюда, ознакомлению их с нашей культурой. Возможно, в будущем мы приезжаем сюда, в Россию, для отдыха. Я вот тоже много от вас слышу комментариев по подчеркнули от мира. Наверное, на вас поистинку влияла конференция, которая у нас проходила экономика футбола, да, с участием Дворковича. Вот я, подводя итог... Имеешь в виду в институте управления финансов. Классные события. Потом, может быть, в отдельной программе расскажешь нам. Вот, подводя итог нашему макроэкономическому обзору, тех условий, в которые мы сейчас действуем, хотелось бы отметить, ты про депозиты сказал, Дима, про население. Вот сейчас в России такой парадокс. Не парадокс, а ситуация, которая сложилась, и которая не дает наращивать новый инвестиционный цикл. В принципе, вот ОФЗ депозиты дают примерно 8-10% фиксировано, без рисковой доходности, да. Стоимость денег примерно такая же. А проекты, которые сейчас реализуются, масштабные инфраструктуры, они в основном свои убыточные, и, в принципе, ИРРР или НПЮ у них отрицательные. А окупаемость 6-5% и то с какого-то промежуточного значения. То есть у нас, в принципе, сейчас условия в макроэкономике такие сложились, что проще инвестору взять свои деньги, любые в любом размере, пойти на фондовый рынок, пойти в банк, пойти на облигации. И все туда вложить. То есть такая ситуация сложилась, которая не дает запуститься новому инвестиционному циклу. Фондовый рынок и облигаций мы сейчас продолжим обсуждать во второй части нашей программы. С чего начнем? Начнем, наверное, про тему дивидендных историй, которая вот сейчас сложилась. Лето, традиционный период, когда компания, основные голубые фишки, выплачивает дивиденды инвесторам. И, наверное, стоит с этого начать. Вот я читал аналитику, что примерно 3,5% с индекса МВБ уйдет в связи с дивидендами. Дима, вот как ты подтверждаешь эту статистику или нет? И в целом, что сегодня интересно с точки зрения дивидендов? Я еще вернусь к 3,5%. Начну с того, что 27 апреля текущего года Дмитрий Медведев подписал поручение о том, что компании с госучастием должны выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО. Сделано это с целью мобилизации доходов в бюджет 2017 года. На данный момент абсолютное большинство компаний уже отчиталось по выплате дивидендов по итогам 2016 года. И даже некоторые компании сделали заявление по выплате дивидендов за счет первого квартала 2017 года. Сейчас на экране вы можете видеть таблицу, в которой отражен список всех компаний, входящих в индекс МВБ и размеры их дивидендной доходности. Как видно, средняя дивидендная доходность составляет 3,5%, что не является высоким результатом. Конечно, хотелось бы видеть цифры на уровне 7-10%. Также до сих пор не решен вопрос с Роснефтью. На днях Владимир Владимирович Путин встречался с главой Роснефти Игорем Сечиным. И он попросил на годовом собрании, которое состоится на днях, пересмотреть вопрос о выплате дивидендов. Так как в апреле было принято решение о направлении 35% на выплату дивидендов от чистой прибыли. Что, конечно же, является малым размером по сравнению с тем, который требует правительство. Также хотелось бы привести слова Антона Силуану. Он говорит, что менеджерам не стоит расслабляться, менеджерам госкомпаний. Так как все-таки в ближайшей перспективе, в ближайшие три года все-таки правительство добьется своего и установит данный уровень в 50% как необходимый элемент. Да, кстати говоря, он также заявил, что 50% для частного бизнеса является нормой. И действительно, в своей выпускной работе это также проанализировал рынок российских акций, как развивающихся рынков и рынок развитых капиталов. И мы видим, что на развитых капиталах коэффициент дивидендных выплат составляет 50%, а за последние пять лет на российском рынке он всего лишь составляет 25%, что, естественно, мало, и это говорит о низкой инвестиционной привлекательности. Поэтому, собственно говоря, правительство и пытается изменить данную ситуацию, вводит новые инструменты, например, те же облигации федерального займа, народные облигации, прошу прощения. И также это как раз-таки поддержание выплаты дивидендов на уровне 50%, чтобы повысить ликвидность рынка и его инвестиционную привлекательность. Кстати говоря, хотелось бы и затронуть смежную тему, тему облигаций, раз уж мы заговорили об акциях. Что вы можете сказать о тех перспективах, которые сложились на текущий момент именно за эти полгода? Может быть, это является некой альтернативой? Потому что, как мы видим, сейчас индекс МВБ сильно просел. Может быть, стоит вернуться к этому лишь осенью, а сейчас рассмотреть другие варианты вложения инвестиций. Ну вот вопрос облигаций, мне кажется, нужно рассматривать с точки зрения влияния политики Центрального банка, потому что снижение ключевой ставки провоцирует снижение доходности облигаций. Вот, Дим, ты вроде бы... Да, вот ты правильно подметил, что рынок облигаций нужно анализировать именно в этом ключе, то есть с точки зрения позиции, перспектив и направлений денежно-кредитной политики Центрального банка. И, соответственно, если мы хотим знать, что будет с данным рынком, мы также должны знать политику Центрального банка по отношению к ставке. Доходности государственных и корпоративных бондов, а также инструментов межбанковского кредитования, идут вниз на фоне анонсирования ЦБ смягчения монетарной политики. Если взглянуть на рынок российских облигаций, то в последнее время мы наблюдаем за тем, как инвесторы активно стали покупать ОФЗ, так как при снижении доходности растут цены на бумаге. И действительно, ОФЗ с точки зрения соотношения риск-доходности сейчас является наиболее интересным инструментом, на мой взгляд. Тем более, что очевидные ориентиры ЦБ по снижению ставки до 6,5% в ближайшие полтора-год. И это дает четкий сигнал на дальнейшее снижение доходности и, соответственно, повышение цен. Да, и сейчас те же самые ОФЗ. То есть их начали разделять на 4 вида. То есть не слышали про это. Есть ОФЗ, которые ориентируются на уровень инфляции. То есть там изначально ставка где-то 2,5%. Но если, допустим, инфляция растет, тогда эта ставка индексируется. Ну и, соответственно, чем и больше инфляция, тем... То есть купон 2,5% плюс инфляция. Да, купон, да. ОФЗ. Он соответствует инфляции. Также есть облигации с фиксированным доходом ОФЗ, те же самые. Потом ОФЗ, которые ориентируются на систему опционов. Также, ну и, соответственно, там есть ОФЗ, у которых, не помню, то ли минимальная процентная ставка там около 5%, что ли. Но зато, то есть там есть какие-то условия при выплате в купонах. То есть там как-то облегчается эта система. То есть, в принципе, облигации сейчас очень даже и привлекательные. Опять же, то есть я как индивидуальный инвестор торгую на рынке акций. Соответственно, сейчас очень высокая волатильность этого рынка. Очистка от дивидендов идет. То есть, и, соответственно, непонятно, куда пойдет цена, вверх или вниз. Я, конечно, когда-то ушел из рынка облигаций, но сейчас я задумался, чтобы обратно вернуться. Все-таки, конечно, гарантированная доходность. Тем более еще можно успеть, пока еще и ставка по многим облигациям не опустилась. То есть, ну, допустим, взять Сбербанк. То есть, у них процентная ставка сколько там? Ну, там 10. 8, да. Ну, от 8 до 10. То есть, при этом неплохо заработать. И при этом, переезжая свой депозит и уровень инфляции. Вот про депозит, Дима. Если сравнивать депозит и облигации. Вот, говоря как раз о торговом рынке. То есть, нельзя не затронуть банковские депозиты, так как у них с облигациями схожие параметры. Также они равнодоступны для инвесторов. И ставки по депозитам движутся также активно вниз. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду мая составляет 7,58%. Это минимальное значение середины 2009 года. В этой связи стоило бы обратить внимание на отдельные бумаги, которые дают им больший процент доходности. Да, существует риск, так как инвестиции не страхуются. Но я считаю, что инвестор должен диверсифицировать свой портфель и не ограничиваться только депозитами. Вот, например, я здесь привел бумаги, на которые я бы хотел обратить внимание. Они погашаются в течение 4 лет. То есть дюрация достаточно маленькая, и они имеют эффективную доходность выше 11% годовых. То есть это ряд бумаг, такие как Бинбанк с погашением в апреле и марте 2018 года. Здесь доходность 11,91% и 12,44% соответственно. Также третий биржевой выпуск Полипаста с погашением в 2021 году. И эффективная доходность там 14,96%. Также облигации РГС недвижимость, БОПО-2 с погашением в 2021 году. И оферты в июле 2017 года доходность здесь 12,6%. Это получается годовые? Да, да, да. Да, эффективная. То есть намного выше, чем депозиты даже в облигации Сбербанка. Кстати говоря, почему я заговорил об облигациях как альтернативных инвестициях. С начала 2017 года индекс МФБ просел на целых 20%. И с одной стороны это является, так скажем, затяжной коррекцией после бурного роста в 2016 году. С другой стороны это отражение настроения инвесторов по перспективам развития российской экономики. Наш рынок подвержен сильной волатильности и чувствительным к различного рода заявлениям, что в принципе присуще развивающимся рынкам, но тем не менее является настораживающим и рисковым фактором. В данный момент индекс МФБ составляет 1920 пунктов. Опять же хотелось бы вернуться к тем прогнозам. Ты говорил, что он может просесть еще и на 3,5%. Но, как мне кажется, просадка может составлять целых 5%. Это за счет той же темы дивидендов. То есть ожидания инвесторов не оправдываются. И естественные откаты, то есть я говорю про гэпы, которые возникают после дивидендных выплат. Таким образом, после окончания дивидендного сезона индекс МФБ может потерять еще где-то примерно 90 базисных пунктов и снизится до 1830 пунктов. Далее в третьем квартале, как мне кажется, следует ожидать отскока вверх. То есть пока стоит подождать и приложиться в другие бумаги. А затем уже входить снова на рынок ближе к осени. Этот отскок может быть за счет дивидендов, которые были выплачены и просто реинвестированы. То есть деньги обратно вернутся. Да, это классическая стратегия реинвестирования дивидендов. Там уже будут объявлены результаты хозяйственной деятельности. То есть промежуточные. И за третью квартал. Я вот еще, Дим, хотел тебе задать вопрос по поводу дивидендов. Ты говорил, что всего 25% среднего плачут российские компании, в то время как 50% за рубежом. Вообще, как ты считаешь, хорошо или плохо это большие дивиденды? Потому что все-таки нераспределенную прибыль, возможно, можно и зареинвестировать. То есть увеличить собственный капитал компании, увеличить его финансовую устойчивость. Как по твоему мнению? Я все-таки являюсь сторонником, так скажем, клиентской теории дивидендных выплат. То есть, собственно говоря, для чего создается компания? Для того, чтобы создавать прибыль и распределять ее между собственниками. Поэтому высокие дивиденды, это является нормой и стандартным выплаты и распределения прибыли. Если мы посмотрим на развитые рынки, везде мы видим уровень в 50% выплаты. И если посмотрим на индекс S&P 500 Аристократс, то это индекс, который показывает динамику движения стоимости компании, тех компаний, которые стабильно выплачивают дивиденды. Их темпы прироста гораздо выше, чем среднерыночные. Поэтому стабильно высокие, стабильные дивиденды являются хорошей основой для развития, собственно говоря, компании с точки зрения финансового менеджмента. И необходимо стремиться нашим компаниям к данному уровню, то есть к 50%. Хотелось про структуру капитала добавить то, что, наверное, Дима прав, потому что, если собственный капитал компании уже находится на должном уровне, то есть лучше привлечь заемные дополнительные источники финансирования, чтобы снизить среднеизвешенную стоимость капитала. Мне кажется, да, что все-таки нужно большую часть прибыли отдавать на реинвестированные. То есть даже вот как я, индивидуальный инвестор, понятно, что и после очистки акций от дивидендов последует резкий спад. То есть, грубо говоря, если дивидендная доходность около 6%, то и следует ожидать падения цен на акции также на 6%. То есть, грубо говоря, для меня это не очень выгодно, так как те же самые дивиденды я проигрываю на стоимости своих активов. То есть для меня же лучше, чтобы эти деньги реинвестировали и повысили мою стоимость активов. То есть все-таки ходят с точки зрения инвесторов, то, мне кажется, так будет правильно. Что ж, я благодарю всех участников за беседу, за интересную дискуссию. Достаточно много тем удалось обсудить, и я думаю, это не последняя наша встреча в составе участников финансового клуба. Поздравляю всех с окончанием учебного года, с получением диплома высшего образования. Теперь мы все дипломированные специалисты и можем так рассуждать в этой студии. Итак, Дмитрий Осинцев, Тимур Хасанов, Дмитрий Макаренко и Ярина Дашкин были с вами сегодня в этой студии. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нашу официальную страницу ВКонтакте. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова